Сухой закон? Нет, не слышали. Запрет на ночную продажу алкоголя действует в Ненецком округе несколько лет. Но местные предприимчивые граждане уже давно научились без проблем обходить его. Тем, кто по ночам крепко не спит, а пьет, нелегальные алкокоммерсанты бутылки не продают, а дарят. Например, с приобретенными чипсами. Это только формально, чтобы за руку не поймали. В прошлом месяце сомнительными продавцами основательно занялась полиция. Об итогах Олег Хатанзейский. Это только не посвященным. Кажется, что в Наринмаре после 23 часов наступает сухой закон. На самом деле тут-то и начинается настоящий угар. Даже из дома выходить не надо. Интернет-дельцы сами все привезут, причем до подъезда. Необходимо лишь сделать заказ и, соответственно, заплатить за него. Продали. Что девушке? При каких обстоятельствах вы изъяты данные имущества? Надо с ним. Надо, надо. При каких? Продажи алкоголя. Продажи алкоголя. И у вас сотрудник полиции. И секре вашу деятельность. Правильно? Ну да, да. Ну все. Но самое страшное другое, что за отраву продают алкогурьеры. В основном это контрафактная продукция, изготовленная кустарным способом и закупленная по дешевке. Приняв этот горячительный напиток, можно не только отравиться, но и остаться на всю жизнь инвалидом. Случаев по стране сотни, если не тысячи. Однако нелегальные бизнесмены, кажется, не понимают последствий и продолжают торговать левым алкоголем даже после того, когда их уже наказали за эту деятельность. Вы продаете алкоголь? Конечно, нет. Два яйшка пива я взял, завтра себе на рыбалку. Я не пил, две недели не пил и не курил. Сегодня вот пришел сорваться и завтра я ухожу на рыбалку. А какой повод? Повод? Рыбалка. Все-таки две недели я... Столько будете пить? Нет, почему? Я взял два яйшка пива. А водка? В марте месяце окружные полицейские провели очередной профилактический проект «Алкоголь». Только за две недели с поличным поймали четверых нелегальных предпринимателей. Все курьеры продукцию продавали через социальную сеть «Друг вокруг». В ходе проведения мероприятия в МВД России по Нинецкому округу поступило четыре сообщения от граждан по факту реализации алкогольной продукции в период времени ограниченного законодательства. По результатам мероприятия сотрудниками полиции составлено восемь административных протоколов. К ответственности привлечено четыре гражданина. Всего изъято 55,5 литров алкогольной продукции. Как правило, таких продавцов ждет всего небольшой штраф и конфискация товара. А через несколько дней алкокурьеры снова ищут новых клиентов. Олег Танзийский, Роман Делимарский, Андрей Котов, Телеканал Север.